Смотрите, как здорово мы раскладываем любовь по полочкам. Допамин это что? Может быть, кто-то знает? Допамин это на самом деле радость. Нет радости. Радость на уровне такого драйва, да? Да, да. Это допамин еще при передозировке, он дает скачок адреналином. Поэтому это такое, да, как драйв. Итак, фенилтиламин и окситоцин, они формируют привязанность. Серотонин это опять радость. Смотрите, как просто еще состоит любовь. Есть еще один момент. А как же секс-то? Секс у нас вот так. Вот так у нас есть мозг, вот так у нас есть спинной мозг. Где-то тут у нас, извините, попа. А в гипоталамуше у нас целых семь сексуальных центров. Семь сексов, да? И весь спинной мозг абсолютно это эрогенный орган. Поэтому, когда мы встречаем человека и чувствуем, что там, ну, кто замужем, кто жена, кто раньше такое, наверняка испытывал. Вот тянет, но попой чувствует, что что-то там не то, да? И вот если, почему попой? Потому что вот здесь, вот здесь вот, вот эти все семь центров по спинному мозгу вот здесь концентрируются. И он дает еще на половые органы вот эти импульсы нервные, да, что возбуждение и так далее. Так вот, слушать попу или нет? Кто-то, возможно, испытывал на себе такое, что если попа говорит, что не надо, то, как правило, не надо. Почему? Потому что как только вот попа сработала, пошли обратно, гормоны пошли в мозг, и если гормоны пошли в мозг, уже выскочить, пока весь этот взрыв не пройдет, уже практически из этого состояния невозможно. Отсюда любовники-любовницы, с которыми только исключительно секс, да, больше ни на что они не годны. Вот, вот сработала попа не туда. Поэтому... Приключение на свое. Да, 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 да. Вот здесь вот оно все это дело и держится. Как только сработали все гормоны, а дело тут такое, тело и сознание, две разные вещи, да, как могут реагировать. И если сознание допустило игру гормонов, ну все, гамон, пока эта игра до конца не состоится, либо то, либо другое. Поэтому, если чувствуем, что что-то не так, а это опять же интуиция, то позвольте мозгу вас увести. Потому что, ну, будет не очень хорошо. Уже гормоны, если они в порядке, их не перебьешь, пока естественным образом куда-то не опустишь. Нести куда? Блуд? Нет. Ну да, на самом деле в блуд. Просто если их можно переориентировать, да, то есть на партнера еще куда-то, но пока они не выстрелят, пока они тело ваше не заставят, ну, как минимум, заняться сексом, то вы будете об этом думать, это будет загружен мозг. Ничего с этим не сделайте. В крайнем случае, если вы все это перечеркнете, то мозг будет страдать, потому что мозг не получил вот то, что надо ему для радости. Попа, как точка бифуркации. Да. Средоточь интуицию в данном случае, да. На самом деле, да. Так вот, дело... Извините, я не поняла только, надо бежать сексом заниматься или не надо? Смотри, все это просто... Нет, сексом всегда надо заниматься, когда будет. Я бы еду по словам на поводах. Тут там все, что надо, и не замуж. Тут дело в чем? Либо попа работает, либо голова. Обе они плохо работают. Да, поэтому, если вы позволили, если голова позволила попе, ну, то как бы гамон. Ну, поэтому надо решить, что вы хотите на данный момент, попу или голову. Тут, ну, чисто опять же. Возможно, для удовольствия, ну, почему бы... Ну, надо понимать, что это сработали гормоны. Что самое интересное, вот эти все гормоны, они же работают на любовь религиозную. Они же работают на любовь к ребенку. То есть, база одна и та же. Это радость и привязанность. В какую форму она вылится, это уже другой вопрос. И поэтому все разговоры о том, что вот к Богу у меня такая чистая любовь, а вот к соседу Миши у меня совсем другая любовь, это на самом деле ерунда. То есть на все одни и те же состояния мозга, на все одни и те же гормоны работают. Мозгу важно, чтобы нам было радостно, чтобы нам было хорошо. А когда нам хорошо, мы хотим к этой штуке привязаться. Все очень просто, на самом деле. Но поскольку мозг хочет все время находиться в состоянии радости, привязываться к ней, то держать на самом деле состояние любви после того, как мы в него вышли, достаточно легко. И поэтому действовать с него тоже достаточно легко. Что делать, если мы чувствуем, что стоит перед нами плохой человек, человек-козел, мы его любить не можем. Любовь основана на эмоции. Как нам вызвать эмоцию, которой на самом деле нет? В таком случае есть несколько вариантов, как мы можем обмануть мозг. Ну, во-первых, это красота. Человек на определенном уровне осознанности, он на самом деле может увидеть красоту во всем. Да что угодно. Левый мизинец, кончик носа, все что угодно. Вот мы концентрируемся на том, что нам в этом человеке нравится, и вот мы уже, в принципе, хотя бы его принимаем. От принятия до любви, на самом деле, не так уж далеко. Второй момент, когда мы понимаем, что в человеке нет ничего красивого, и быть не можем. Мы тогда можем ему посочувствовать. Но был же он когда-то, допустим, маленьким, хорошеньким ребенком. И мы же не знаем, что с ним стало, что он стал такой сволочью. Вот мы можем обращаться тогда к этому маленькому ребенку и игнорировать эту большую сволочь. Тоже вариант любви, вариант. Если и этот, это не прокатывает. Если ребенка был сволочью, да, бывает ли такое, то тогда сочувствие. Ну, уже опять же на этого человека, ну вот, ну что-то ж его сделало таким. Да, возможно, у него были другие варианты, а вот мы видим перед собой то, что есть. Ну, между сочувствием и жалостью тоже надо, жалость нельзя укатываться. Мы не сможем в состоянии жалости подняться в состояние любви. А вот сочувствие, что я понимаю, что даже такому человеку может быть плохо, что это чем-то вызвано, оно даст эту необходимую теплоту, которая может перерасти в любовь. Ну, мы сейчас не говорим о физической любви, а мы говорим о том, когда человека нужно принять для того, чтобы как-то с ним взаимодействовать. И еще один момент – это радость. Это если все три момента не прокатили предыдущие, тогда мы берем его на смех. Ну, представляем его голым на швабере, ну, или еще у кого-то на что фантазии хватит. Как только мы вошли в точку смеха – это радость, мы уже практически у любви. Далеко ходить не надо. Это вот такие моменты по тому, когда любви нет, а откуда-то ее все-таки взять надо. Субтитры сделал DimaTorzok